С тем, как вникать в детали и тонкости программирования под Bittrex, давайте разберемся с несколькими вводными понятиями. Итак, во-первых, где мы можем что-то почитать, что касается Bittrex Framework? Конечно, это все находится на сайте 1SBittrex в разделе для разработчиков. Первое, что мы смотрим, это документация. Удобно пользоваться онлайн-версией. Здесь есть описание всех модулей, всех объектов и сущностей, которые существуют в Bittrex Framework. Второе, это онлайн-курсы для контент-менеджеров, администраторов и разработчиков. Третье, это сообщество, в котором есть блоги сотрудников компании 1SBittrex. Тут можно читать информацию о том, какие выходят обновления, какие-то рекомендации, советы по настройкам, а также здесь есть возможность получить обратную связь, задать вопрос и получить соответствующие комментарии. Отдельно есть блоги веб-разработчиков. Это специалисты, которые достаточно давно работают с Bittrex и готовы поделиться своим опытом. Здесь часто тоже можно найти какие-то интересные примеры решений и найти рекомендации по вашим задачам. Итак, на что нужно обратить внимание в первую очередь в документации? Это несколько штатных сущностей, которые нужно просто понимать, как они работают и что это такое. Находятся они все в главном модуле, в разделе настройки «Основные сведения» и что здесь нужно посмотреть в первую очередь. список терминов, ссылочка отсылает нас уже на курс, обучающий для разработчиков Bittrex Framework, чтобы не сомневаться, что это такое, о чем говорится и, соответственно, как этим можно объектом пользоваться в своей работе. Дальше у нас здесь же мы можем посмотреть специальные константы, константы, которые уже существуют в один из Bittrex. Обратите внимание, у константы можно посмотреть тип, то есть она определяется автоматически, либо мы ее можем определить на странице до подключения пролога, после, то есть какие-то моменты, как мы должны с этим работать. И краткое описание, что, собственно, хранится в данной константе. Также есть раздел со специальными переменными. Тоже рекомендуется сюда заглядывать, чтобы знать, опять-таки, чем мы можем пользоваться и что заранее уже зарезервировано в системе. Часто для реализации наших задач очень важно понимать, в каком порядке какие разделы и части страницы подключаются. Опять-таки, это есть документация. Что происходит? Сначала служебная часть пролога, в каком порядке подключается визуальное тело страницы, эпилог и служебная часть эпилога. Обратите внимание, например, если просмотреть вот этот порядок страницы, становится сразу видно, что файл и нет.php у нас подключается до того, как создаются, проверяются агенты, до того, как формируется, определяется текущий шаблон сайта, например, и так далее. Проанализировав порядок выполнения страницы, сразу становится понятно, какие ограничения это накладывает на наши скрипты и что мы должны учитывать в своей работе. Объекты главного модуля уже видели на странице со специальными переменными. Они все описаны здесь, но отдельно, чтобы посмотреть, какие доступны с ними методы работы, смотрите классы, соответствующие в главном модуле, например, объект Application. У нас это объект класса главного модуля CMain и здесь мы можем видеть все методы, которые доступны для данного объекта. Объект Database. Опять-таки можем найти в списке классов и посмотреть, какие функции доступны нам с этого объекта. и объект User. Объект класса C User. То же самое можем его найти в структуре документации и посмотреть, какие у нас есть методы для работы с пользователем. Давайте рассмотрим просто несколько примеров Application. Функция ShowHead подключает служебные функции в шаблоне сайта Include Component, функция для подключения компонентов, ShowPanel, функция для вывода панели управления. Подробности и какие еще доступные методы можно посмотреть по ссылочке. Также в Bittrex практически в любом классе есть обязательные методы. Обязательные не потому, что должны быть обязательны, без них класс не существует, а потому что они практически в любом классе Bittrex представлены. Это Add для добавления элементов, Update изменяет информацию о текущей сущности, Delete удаление объекта или сущности и GetList выводит список сущностей, с которыми работает класс. Не так давно было принято решение о том, что постепенно в Bittrex новые модули будут выходить на основе нового ядра D7. Система Bittrex Framework поддерживает сейчас оба ядра и старая и новая. Поэтому для каких-то модулей у нас доступны два варианта синтексиса. Но давайте сравним. Пример подключения модуля. В старом ядре C-Module IncludeModule iBlock. В новом ядре Bittrex Mainloader IncludeModule опять-таки расширение модуля. Пример как выполняется запрос GetList. Там где старое ядро в табличке мы видим пример запроса GetList для получения списка элементов, например, инфоблока. Там, где у нас таблички примеры для ядра D7, мы видим формирование запроса для получения информации о списке сущностей, хранящихся в модуле HiLoadBlock. Как видим, структура совершенно другая. В D7 гораздо шире и намного активнее применяется ООП. Используется URM-модель. Если вас интересует, как это уже все может быть использовано и реализовано, посмотрите файлы какого-нибудь из новых модулей. Например, HiLoadBlock. Хороший пример, если рассмотреть файлы компонентов, которые входят в HiLoadBlock, там становится сразу понятно и как раз вот этот пример с запросом взят из одного из таких файлов. файлов. Где можно еще посмотреть, если какой-то метод не описан в документации? Ну, достаточно часто бывает такое. Разработка идет быстрее, как всегда, чем пишется документация. Live API отражает структуру модулей и классов, которые есть в данный момент. Это специальный модуль, устанавливается через Marketplace. ссылочку вы сейчас видите на экране. Можно просто установить этот модуль на свой сайт, просматривать все события, классы, методы, которые доступны в каждом модуле. Ну, как говорится, самая лучшая документация – это исходный код. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создал DimaTorzok. Субтитры создал DimaTorzok.